Они живут в наших домах, они играют с нашими детьми, они забрались даже в нашу постель, но что мы в сущности о них знаем? Все как у зверей и Хиллз представляют сериал Звери Икс. Такой вот прекрасный дождливый майский вечер в лесном поселке Подрузой, это просто идеальное время и место для того, чтобы поговорить о сложных судьбах русской аристократии. Русская голубая кошка – это сама идея русской аристократии, воплощенная в кошке. Да и, пожалуй, самой русской души в самом ее высоком и глубинном смысле. Вот такая вот утонченная красота, элегантное строение, потрясающе ласковый характер и нисходящая с губ загадочная улыбка. Ну и, конечно же, зеркало русской души – глаза, ярко-зеленые, миндалевидные, правда, настоящие изумруды на серебре. Ну и мех, разумеется, мех. Кончик каждого волоска тронут изморозью, от чего он играет и переливается. Морозной пылью серебрится, как назвал бы этот эффект, однофамилец моего кота. Правда, Пушкин имел в виду бобровый воротник, а двойной густой плотный мех. Русская голубая скорее похож на мех котика, ну, в смысле, морского котика. Да, котик у тебя – котиковый мех. Вот каков каламур. Впрочем, во времена Пушкина никаких русских голубых еще не было ни в России, ни вообще в мире. А появились они только в конце XIX века, и как это часто бывает с русской аристократией, вечно куда-то рвущейся, случилось это не в России, а в Англии. Леди Констанция Кэррю Кокс, эстетка и большая любительница кошек, вывела эту породу из смеси краткошерстных английских кошек голубых с загадочными аборигенными голубыми кошками с русского севера, приплывшими на корабле из Архангельска. Но вот откуда русские предки русских голубых взялись в Архангельске, этого уже не знает никто. Потому что вопросы крови, моя алмазная Донна, самые загадочные вопросы в мире, особенно если эта кровь голубая. Изысканнейшая внешность и ангельские, да просто архангельский характер кошек покорили весь мир. И особенно нежно русскую голубую пригрели в Англии, Скандинавии, в США, но японцы так просто сошли по ним с ума. И ведь что характерно, в самой России русских голубых аристократов просто не было вплоть до 80-х годов XX века. Да и сейчас чистокровных русских голубых в своем отечестве очень немного. А жаль, между прочим, эта порода воплощения всех качеств, которые должны быть в любом русском, вне зависимости от того, голубой он или нет. Ум и деликатность, такт и врожденная воспитанность, умение ладить со всеми и способность занимать себя самому. А также, конечно, дружелюбность и ненавязчивость, которые отличают русскую голубую от всех остальных пород. Ну и сверхспособность этой породы. Пожалуй, русские голубые самые интеллигентные кошки в мире. Ну и плата за эту сверхспособность соответствующая. Как и все интеллигенты, несмотря на все свои невероятные качества и достоинства, они почему-то не очень популярны в народе. Ну и кого этот наш серебристый сверхгерой может спасти? Разумеется, людей, которые любят все русское, гордятся всем русским. Уже хотя бы потому, что будет напоминать им, каким оно вообще-то должно быть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова